И категорические или не категорические, а может быть и вообще никакие приветствия всем, кто дожил до этого очередного ролика. Не могу сказать, что это будет самый информативный или интересный ролик. Он скорее отвечает на один вопрос, который я относительно недавно увидел в комментариях и который возможно будет интересен для аудитории, которая наверное имеет место быть. И речь пойдет конечно же о создании спрайтов, о том каким образом можно в принципе создавать спрайты. Ну на самом деле очевидным ответом будет самый простой и понятный. Запускаем фотошоп, вот здесь у меня есть черный символ мужества, протяженный вертикально вниз. Вы этого не видели. Так вот, в фотошопе можно прекрасно делать анимированные спрайты. Ну например, создадим такую вот прямоугольную штуковинку размером, например 64х64. Создадим какую-нибудь кисточку. И анимацию раскидаем по слоям. Каким образом мы это сделаем? Ну допустим, давайте сделаем простейшую анимацию взрыва. Создадим слой 1. Да, фотошоп у меня, если что, украиноязычный. Попрошу не привязывать это ни к каким политическим событиям. Это вопрос сугубо финансовый, потому как украинский фотошоп стоил где-то в 15. Ну ладно, шучу. В три раза дешевле, чем любой другой языковой пакет. Значит, допустим, сделаем небольшую анимацию взрыва. Пускай у нас будет вот такое вот лёблочко. Мы его зальём сереньким. Замечательно, да? Ну дымок какой-нибудь. И уменьшим его. Сделаем его полупрозрачным, я извиняюсь. И добавим ещё чёрненький такой цвет. Это, в принципе, называется так называемая луковая кожура. Луковая шкурка. Или как-то так. Onion Skin по-английски. Суть в чём? Полупрозрачность предыдущего слоя позволяет вам более красиво и точно ловить поведение вашего спрайта, когда вы его анимируете. Да, и мы заливаем следующий слой. Тоже делаем его полупрозрачным. Но опять-таки в фотошопе есть один маленький, но серьёзный недостаток. А именно то, что практически все такого рода действия приходится... Да, что ж такое. Приходится делать вручную. Да, то есть вот-вот. Потом придётся вручную уже возвращать полупрозрачность обратно, чтобы оно всё было непрозрачным. Вот. И это всё, конечно же, не очень удобно. Но, тем не менее, никто... То есть в любом случае создание нормальной анимации, не той фигни, которую сейчас делаю я, это длительный трудоёмкий процесс. Соответственно, в любом случае время на это дело потребуется. Оно не будет происходить ни мгновенно, ни безболезненно. И поэтому... Короче говоря, всё равно это будет запарка та ещё. В общем, да, ну вы на этой запарке потеряете дополнительно, наверное, процентов 15-20 времени на то, чтобы в фотошопе выполнять дополнительные технические фишки, которые более специализированные программное обеспечение для создания спрайтов позволяют делать быстрее и дешевле. Ну и да, мы не забываем про стоимость фотошопа как такового. Вот. Соответственно... Вернём им обратно прозрачность, подключаем все лишние. Ну, я не стану заморачиваться экспортом конкретным... Точнее, импортом в Unreal Engine, потому как это мы рассмотрели ещё в первом видео. Да, сейчас я покажу, каким образом, в принципе, вы можете для начала проверить вашу анимацию. Для этого в разделе «Окно» у нас есть такая штука, как шкала времени. Таймлайн, по-моему, она называется в английской версии. Здесь жмём кнопочку «Создать шкалу времени». Пардон. «Создать анимацию кадра». Да, как вот здесь показано. И у нас появляются кадры, между которыми можно выставлять шаг по времени. Ну, естественно, эта фишка используется и для гиф-анимации в фотошопе, если что. В более поздних фотошопах, типа CES, там... И не CES, а... CES, да... Creative Club. Используется уже чуть-чуть другой интерфейс, но принцип всё равно остаётся тем же. Особенно для экспорта, там, гиф-ок. В данном случае используется фотошоп CS6. Переключаем слои, которые мы видим. Нет, ты остаёшься здесь, и я промазал по кнопке, естественно. Поэтому я не умею играть в шутеры, потому что у меня аима нету, даже когда я щёлкаю по кнопкам в интерфейсе. Ну и здесь, чисто для наглядности, я оставлю дополнительный пустой кадр, который будет чуть-чуть дольше задерживаться, чтобы мы могли рассмотреть внимательный цикл. Вот. Здесь ставим постоянное повторение. И запускаем на просмотр. Картинку можно, естественно, отдалить до надлежащего масштаба. И таким вот образом вы получаете ваш набор слоёв. Теперь, каким образом этот набор слоёв можно преобразовать в, собственно говоря, картинку, набор картинок, которые можно импортировать в Unreal Engine. Ну, очень просто. Значит, вот у нас есть вот эти вот все кусочки. Кстати, этот метод мы будем использовать и в следующей части видео. Все вот эти слои отдельно. Ну, что мы делаем? Мы идём в раздел «Сценарии». И здесь у нас есть такой замечательный сценарий, как экспорт слоёв файлы. По умолчанию доступен. Болтается ещё, я даже не знаю, с какой версии фотошопа. Ну, мы назовём это «Smoke». Вот здесь зададим, соответственно, папочку. Вот это папка, которая используется для другого экспериментального проекта. Вот, но суть от этого не меняется. Выбрали тип файла PNG-шки. Включили нужные настройки. И нажимаем кнопочку «Выполнить». После этого фотошоп какое-то время будет жизнерадостно курить бамбук. Естественно, чем больше слоёв, тем дольше будет продолжаться курение бамбука. Но на выходе вы получите вот такую вот текстовую коробочку. Да, и, соответственно, давайте мы глянем. Куда мне несёт? Мне надо сюда. 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 И что-то я выпал в осадок. Куда я это вообще сохранил? Смотрим. Ну да, совершенно не та папка. Ну, смотреть надо, так сказать, по-человечески. Да, и мы получаем вот такой вот набор кадров, которые затем можно импортировать в движок. И ещё одним интересным моментом этой штуки является... А ничего не является. А, вот оно. Господи. Я тихо схожу с ума. Не обращайте внимания на моё безумие. Обрезка слоёв. Если отключить вот эту галочку обрезки слоёв, то, соответственно, слои будут экспортироваться в рамках того, как они изначально были нарисованы. То есть, вот весь этот фрейм. И, наверное, во многих случаях для анимации это правильно, потому что ваша анимация, она позиционируется каким-то образом в пространстве. И, соответственно, оно будет так гораздо лучше, да, визуализироваться и обрабатываться движком. Естественно, при импорте в движок надо тоже убрать обрезание спрайта по контуру. Следующий инструмент. Это вот такая программка, называется Ace Sprite. Лицензионная её можно закупить на Steam. Стоит это чудо природы... Сейчас заглянем, сколько. Потому что я уже не помню. Долларов 15, по-моему. 229 украинских карбованцев. Где-то 15 долларов, по-моему, это выходит. И здесь всё довольно просто. Создаём тот же самый спрайт 64 на 64. Задаёмся заранее цветовым режимом, задаёмся фоном. Можно ещё поиграться с аспектом. Потому что эта штука может довольно интересные вещи делать. И у нас появляется вот такой интерфейс. Средняя кнопочка мышки тягает картинку. Колёсико приближает и удаляет картинку. Здесь у нас инструменты выделения, карандаш, резинка, пипетка, лупа, режим движения, заливка, линия, прямоугольник, обводка и размытие. В принципе, стандартный такой набор. Мини-микрофотошоп для маленьких. Поскольку игру, эту программку делали, создаётся смутное впечатление какие-то безумные японцы. Поскольку она почему-то инвертирована в своём расположении инструментов. То есть обычно как бы всё-таки инструментальная панель находится слева. Ну, хотя я вот работал долгое время с компасом. И привык закидывать тоже панель инструментов направо. Соответственно, это немного мне упрощает жизнь. Здесь вот у нас идёт система слоёв. Опять-таки она полностью фотошоповская. И система кадров. Вот эта вот чёрная точечка, это так называемый Cell. Cell это по сути рисунок. Какая-то информация, которая представляет собой данные о местоположении и наборе графики для конкретного слоя. Ну, давайте что-нибудь нарисуем. Опять-таки, чтобы такое изобразить, чтобы оно сразу же имело в себе смысл. То пускай это будет такой вот брутальный кристалл какой-нибудь. Да, и сделаем заливочку. Вот эти вот две части мы сделаем суровыми голубыми. Вот эту часть мы сделаем суровой, синей. И добавим немножечко всё-таки оттенков. Для того, чтобы это всё-таки было чуть-чуть более живым. Нет, мне заливать это не надо. Мне нужен карандаш. Размер кисточки, как я уже сказал, меняется здесь. Но это слишком много. А пускай он будет, допустим, вот так вот чуть-чуть затенён в этой части. А в противоположной части, наоборот, чуть-чуть осветлён. Вот. Это наш объект. То есть слоев может быть несколько. Но в данном случае не будем заморачиваться. Добавим новый кадр. Выделим Cell. И с помощью инструмента движения, допустим, передвинем его на один пиксель вверх. Включим луковую корочку, и мы видим пиксели, которые проявляются под нашим объектом. Добавим ещё кадр. Пардон. New Frame. И, соответственно, пускай здесь он не двигается. Ещё один кадр. В принципе, можно это зашивать в свойства каждого кадра. Но возникает вопрос, что потом делать. Потому что всё равно будете это импортировать в тот же Unreal. И там придётся всё это делать по новой уже в местном редакторе спрайтов. Поэтому глубокого смысла в этом действии нет. Лучше задать количество кадров, которые строго соответствуют вашей задумке, чтобы не сильно в этом деле париться. Ну, хотя потом, конечно, можно оптимизировать это дело. Повыкидывать дублированные кадры. И всё это будет смотреться гораздо лучше. Потом кадры сами дублируются в редакторе Unreal. Ещё один кадрик создадим. Допустим, ещё на единичку передвинем вниз. Ещё один кадрик создадим. И, наконец, ещё один кадрик создадим. И в этом кадрике подвинемся на единичку вверх. И теперь у нас вот так вот плавающий кристалл вверх-вниз. Каким-то образом. Ну, понятно, всё это тоже настраивается, отлаживается по-разному. Вот. И этот материал можно экспортировать. Либо экспортировать по картинкам. А тогда здесь задаётся имя файла. Да, это были материалы для Unity. Ну, допустим, сюда же. Здесь создадим папку кристалл. Обзовём это дело как-нибудь. И экспортируем. Экспортируем все кадры. Направление вперёд. Пиксельный можно применить. Можно не применять. Он у нас по умолчанию какой нужен. Можно экспортировать для импорта в Twitter. Ну, если очень надо. И экспортируем. И сразу же смок. Перетащим туда же. Ой. Старость, не радость. Старость, не радость. Я, естественно, сохранил в формате iSprite. Здесь надо выставить хотя бы PNG. Пиксельный. Пиксельный. И вот они, наши кадры анимации кристалла. Замечательно. И, естественно, можно экспортировать ещё и в виде спрайт-шита. То есть здесь мы можем задать горизонтальная полоска, вертикальная. По количеству рядов и по количеству столбиков. Ну, давайте, допустим, интереса ради. Четыре колонки. Без обрезок. Параметры. Да, ширина. Настройки те же самые. Выход в PNG. Ту же самую папку. Экспортируем. И смотрим, что получилось. Получилась вот такая вот табличка. Тоже состоящая из кучи копий нашего кристалла. Которую тоже умеет читать Photoshop и, соответственно, Unreal Engine. И, соответственно, можно это дело использовать. И, наконец, третья технология, которую я хочу показать. Она подходит для более сложных спрайтов. Особенно в той ситуации, когда вы не имеете реальной возможности тратить часы и часы и часы и часы на создание анимации. Ну, опять-таки, это не означает, что процесс будет простым и быстрым. Это все равно геморрой. И все равно затяжная довольно процесс анимирования. Но хотя бы частично это сокращает... Господи, я убрал слои. Мне нужна была скала времени. Сокращает время, которое затрачивается на работу. Ну, давайте мы подготовим, опять-таки, какой-нибудь объект. Ну, сделаем что-нибудь предельно примитивное. Убьем фон. Пускай у нас сразу все будет прозрачное. Создадим новый слой. И, ну, нарисуем что-нибудь, что угодно. Не важно, лишь бы оно имело на себе какие-то запчасти. Пускай это будет, ну, какой-нибудь там робот. Я не знаю, да. Пускай у него будет вот такая вот башка. С какой-нибудь там лампочкой. Нажмем это Head. Нет, пускай у него будет вот такая вот типа тушка. Не знаю, тоже здесь какая-нибудь подсветка. Здесь какая-нибудь там бодяжка у него. Вот, какая-нибудь вот такая. Ну, допустим, пускай он будет на гусеничном ходу. Хорошему гусенице надо бы анимировать. Но мы не будем этого делать, потому что... Потому что... Потому что лень матушка. Вот. Назовем это Track Front. Это Торс. А Track Front поместим перед торсом. Сделаем его копию. Еще один трек. Back. Поместим сзади. Сделаем его копию. Вот. И у Track Back мы сделаем вот такие вот, как бы, ухватки. А у Track Front мы сделаем, собственно говоря, колесики. Все. Вот такой вот у нас будет робот. Ну, еще добавим ему на уровне выше головы. Вот такой вот, типа, у него ствол закреплен здесь. Какой-то. Все. Вот такая вот конструкция. Халабуда. Из элементов, которые, казалось бы, никак не связаны. Ну, давайте мы это дело закрасим по-быстренькому. Поэтому я показываю технологию полностью. Я понимаю, что это может быть немножко надоедливо. Но, с другой стороны, зато не будет вопросов. Да, то есть, кому не интересно, в принципе, можно промотать до того момента, когда мы займемся уже, собственно, реализацией. Это будет довольно заметно, потому что программа в кадре поменяется. Значит, вот это наш ствол. Ну, я не буду все так же раскрашивать. Да, допустим, башка у нас, пускай, будет просто чуть-чуть темнее. Да, и с стильной красной подсветочкой. Да, ствол пока что скроем. Башку скроем. Треки скроем. Раскрасим торс. Торс, пускай, будет торс серенький. И на бочку подсветка, типа, голубая. А вот эта штука, типа, красная. Суровость излучается. Дальше задний трек, ну, пускай он будет такой, типа, немножко бронзововатый. Мисклик, как всегда. Вот, вот эта внутренняя часть черная. А трубки, пускай будут тоже серенькие. Вот, и на вот этой бронзововатой части нарисуем там какие-нибудь, типа, траки. Просто, чтобы оно не было таким неинтересным. Так, и у нас остается трек-фронт. Трек-фронт тоже делаем в том же духе. Бронзовововатая часть. Пространство между колес заливаем черным. Сами колеса, пускай будут, допустим, стильные, багровые. Вот, супер багровая, скорее, такая соплива красная. Та самая, посередочке серенькая. Ну, не суть важна, да. И треки, траки, траки на треки. Тоже пускай будут. Все, включаем те слои, которые мы хотим экспортировать. Вот, и на заднюю гусеницу, допустим, еще там чуть-чуть тень добавим на вот эти уши, чтобы они чуть-чуть лучше смотрелись. Потому что нам все-таки нужно, чтобы это было красиво. Вот, как-то так. Невидимый слой очистили. Вот у нас есть наш милый няшный робот. Полный ненависти ко всему живому. Вот. Не могу я, не могу, невыносимо. Значит, и на Турстадо уже пускай будет хоть какая-то тенька. Хоть-хоть-хоть какая-то элементарная тенька. Потому что без теньки совсем выглядит плоско и некрасиво. Сделали, сделали, сделали. Все, замечательно. И по уже описанной методе сценарий экспортировать слои. Назовем это Создать папку. Нет, не здесь. Отмена. Здесь, здесь. Спрайтер став. Это робот. Ок. Здесь параметры нас устраивают. Слои желательно в данном случае обрезать. Потому что это отдельные кусочки, которые будут импортироваться в другое приложение. Выполнить. И у нас уже запущено то самое приложение, которое нам понадобится. И как только Photoshop закончит процедуру. Отлично. Мы можем создать новый проект. И выберем, соответственно, диск E. Да, у меня страшный бардак. Спрайтер став. И вот эта папочка робот. Выбор папки. Сохранить. Значит, сразу замечу, что это приложение тоже доступно через Steam. Вот оно. И, естественно, как обычно, в данном случае оно совершенно не является лучшим доступным на рынке объектом. Сейчас оно стоит довольно-таки дорого. Но по всяким распродажам можно выхватить довольно дешево. Как это в свое время сделал я. Значит, что мы делаем? Мы уже создали новый проект. И вот они, наши запчасти робота, отобразились в списочке. Значит, и у нас сразу заготовлена сущность. Назовем ее робот. И анимация. Назовем ее стенд. Каждая анимация является отдельным объектом. Соответственно, желательно заготовить какую-то максимально статичную анимацию. А потом подправлять ее по мере необходимости. Ну, собственно говоря, по порядку. С нижнего до верхнего. Задний трек. Так. Где-то тут у нас была возможность. Так. Пиксель арт-мод. Вот. Это задний трек. Дальше идет его, собственно говоря, торс. Дальше идет передний трек. Дальше идет башка. И, наконец, ствол. Вот как-то так. Замечательно. Это наши спрайты. И в теории мы уже их и можем анимировать. Но, можно использовать систему костей. Значит, ну, давайте для наглядности мы это и сделаем. Альт плюс клик. Да, позволяет нам создавать кости. Создадим кость для торса. Создадим кость для башки. Создадим кость для ствола. Создадим кость для одного трека. И создадим кость для другого трека. Значит, здесь в Z-порядке можно расположить спрайты один над другим. Просто перетягивая их вверх-вниз. Да, но нам это не нужно. Нам нужно, чтобы они стояли как стоят. А здесь у нас есть иерархия. В которой показаны привязки костей друг к другу. Кости желательно, естественно, назвать как-то. Назовем их, соответственно, допустим, торс. Head. Gun. F-track. BG-track. И, соответственно, раскидаем простым перетягиванием спрайты по надлежащим костям. Чтобы они, соответственно, друг к другу были прицеплены. Ну, и проверим, работает ли эта фича. Выделяем кость, двигаем. И вот у нас наш ствол двигается вместе с этой костью. Замечательно. Теперь, собственно говоря, мы переходим к таймлайну. Вот это вот таймлайн внизу. Таймлайн, собственно говоря, заведует анимациями. И, как и в 3D Max, как и где угодно, мы просто создаем ключевые кадры, которые показывают, каким образом объект в пространстве перемещается за отведенное ему для этого время. Ну, давайте создадим, допустим, 300-миллисекундную анимацию для стояния робота. Значит, поставим на ноль и создадим ключи для всего. Поставим в хвост, создадим ключи для всего. Заблокируем спрайты, чтобы мы могли двигать только кости. И, допустим, пускай он как бы слегка дрожит, да, как будто у него двигатель работает. Соответственно, наш торс должен на середке чуть-чуть просесть. Вот, при этом, пускай ствол за ним чуть-чуть не поспевает. Да, то есть, ствол должен начать опускаться, точнее, закончить опускаться где-то вот на этом этапе. Вот как-то так. Воспроизводим. И получаем вот такую вот анимацию, причем дешево и сердито. Да, теперь давайте добавим сюда еще одну анимацию. Вот у нас уже есть стенд. Мы возьмем ее, склонируем. Возьмем ее Move. И на этой анимации пускай он как-нибудь там, допустим, шаволит своими запчастями. Торс пускай поднимается вверх. Так, ствол опять за ним не поспевает, только уже в другую сторону и чуть-чуть на этом этапе перелетает. И где-то к этому же моменту, пускай у него одна гусеница поднимается вверх, а другая, вот эта, пускай поднимается вверх, а вот эта опускается вниз. Ну и сам торс чуть-чуть спустим, чтобы он все-таки был между гусеницами. Так. Смотрим. Ну, выглядит убого, но работает, да? Таким образом, легко можно насоздавать целую кучу самых разных анимаций. Ну, пускай у него еще там, на вот этом этапе тоже с запозданием башка шаволится. Вот, и, наконец, допустим, создадим из стенда еще одну анимацию, например, там, дай. Да, и вот эти вот ключи правой, левой кнопочкой выделяем, удаляем их. И задний набор ключей, хвостовой тоже. Потому что анимация смерти обычно одноразовая. Допустим, на середке этого дела мы ему откинем чуть-чуть корпус, пафосно закинем стволу вверх. Вот, гусеницы там тоже как-нибудь можно подвернуть по-всякому. Вот, а на финальной своей итерации он будет лежать просто на спинке. Вот так вот как-то валяется. Саму костяшку, объект передвинем сюда, башку откинем, ствол уроним. Вот как-то так. Воспроизводим. Ну, некрасиво, да, слишком быстро. Давайте заменим 300 на 600 и применим растягивание кадров. Применили. Теперь он разваливается чуть более величественно. И опять-таки сохраняемся. И у нас есть здесь кнопочка Export Animation. Здесь мы можем выполнить массовый экспорт. Можно в отдельные кадры. Можно тоже в какой-нибудь спрайт-шип. Вот, ну давайте уже по традиции, да, в отдельные кадры. Опять-таки обрезка может делаться по анимации или по отдельному кадру. Лучше по анимации, потому что тогда все будет обрезаться по самому расширенному, да, самому обильному кадру по размеру. Что это нам дает? Это нам дает возможность в рамках одной анимации. Допустим, если персонаж машет мечом и там здоровенный взмах с каким-нибудь следом и там искорками и попугаями, разлетающимися в разные стороны, тогда оно соответствующим образом растянет границу кадра и позволит всю анимацию все равно сделать целостной, красивой. Вот, но это не всегда подходит, поэтому, соответственно, тоже можно поиграться с настройками. И запускаем экспорт. Оно, естественно, интересуется, куда, собственно, экспортировать. Ну, а мы что? Мы опять-таки вот сюда. Нажмем это дело робот. Введем небольшой префикс и нажмем сохранить. Процесс проходит быстро. И вот он, наш робот. При экспорте спрайтер автоматически прописывает имя Entity и имя анимации. Соответственно, все наши наименования сохранились. Поскольку анимации у нас очень короткие, постольку оно довольно дергано. Все это можно дополнительно настраивать и отлаживать. Ну и давайте, допустим, запустим наш проект в Unreal. И посмотрим, как это все импортируется. И мы импортируем то, что мы насоздавали. Все это помещается в нашем случае в папочку Sprites. И здесь вот наш кристалл. Ну и давайте попробуем вот здесь вот сделать Sprite Actions. Сначала применяем настройки для Paper 2D. И используем Extract Sprites для того, чтобы получить контуры наших спрайтов. Но в данном случае мы получили вот такие вот гладко очерченные контуры кристалла, что нас, конечно же, не устраивает. Поэтому мы будем импортировать по сетке. По X у нас 4 ячейки. По Y у нас 2 ячейки. И ширина ячейки у нас 64 на 64. Жмем Extract. И получаем Sprite Act. Ну, кроме крайнего, который лишний. И дальше по старинке создаем Flipbook. И смотрим на анимацию. Далее, допустим, возьмем нашего робота. Здесь это набор файлов. Тоже применяем настройки. Создаем спрайты. И создаем соответствующие Flipbook. Ну, тоже их можно замедлить. И, как ни странно, оно работает. Вот примерно таким способом можно без шума и пыли создавать и импортировать заготовки для спрайтов в старый добрый Unreal Engine. Что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, что этот материал был для кого-то полезен. Не факт, но кому-то может и пригодиться. А в следующий раз мы с вами посмотрим, скорее всего, каким образом настроить проект для экспорта в Photoshop. Благо, у меня есть для этого более-менее годный пример. Но под него требуются определенные дополнительные манипуляции с пространством и временем. И я надеюсь, что скоро мы наконец-то сумеем посмотреть на то, каким образом настраивать общее поведение противника. Благо, я сейчас проверяю еще одну небольшую теоретическую зарисовочку, которая позволит гораздо более просто, чем я задумывал изначально, делать поведение врагов. Что ж, всем спасибо и до следующего раза.